Здравствуйте, друзья! Не могу поверить в то, что я сегодня узнал про биткоин ETF от BlackRock. Давай поговорим об этом и о других важных новостях за сегодня. Пока что рынок криптовалют замер в нерешительности, но зато с биткоин-майнерами творится что-то невероятное. Акции биткоин-майнера Marathon Digital стали наиболее торгуемыми на американском рынке. Но это привело к тому, что акции не только Marathon, но и остальных добытчиков биткоина сегодня падают на 20%. Люди фиксируют огромные прибыли, ведь индекс биткоин-майнеров в этом году вырос на 387%, что опередило даже рост биткоина. А если мы видим большой и агрессивный рост, коррекция в 20% и даже в 50% это нормальное явление. Но майнеры также фиксируют прибыли и на росте биткоина. Биткоин-резервы криптомайнеров достигли самого низкого уровня с мая 2023. И только за последние 24 часа майнеры продали более 3000 биткоинов на сумму около 129 миллионов долларов. Это объясняет, почему в последние дни цена биткоина стагнирует. И мы знаем, что многие из этих майнеров нашли самого большого своего инвестора в лице BlackRock и Vanguard. Например, Клинспарк, американский биткоин-майнер. Мы видим, что 30 сентября 2023 года Goldman Sachs, BlackRock и Dimensional купили 1,8 миллиона, 2,3 миллиона и 5,2 миллиона акций этой добывающей биткоин-компании. При этом BlackRock и Vanguard являются основными холдерами этих акций. Вместе они контролируют чуть более 10%. На фоне бума биткоин-майнеров для традиционных финансов эта неделя оказалась спокойной, так как они находятся на каникулах, а вот криптовалюта никогда на каникулах не бывает. Что, собственно говоря, является еще одним плюсом криптовалютного рынка. Но вот что интересно на традиционных рынках. Количество денег, которое Китай вливает в свою экономику, бьет рекорды. На этой неделе Центральный банк Китая ввел рекордные 1,257 триллиона юаней в экономику. Фактически напечатал их. Это 177 миллиардов долларов. Это просто огромные деньги. Просто взгляни на это в годовом исчислении. Одна неделя 177 миллиардов, но если пересчитать на год, получится 8 триллионов долларов. Безумные деньги. И большая часть этих денег, насколько я могу судить, приходится на 7-дневное обратное репо. Или, по крайней мере, это имеет к нему самое непосредственное отношение. Что такое обратное репо? Это краткосрочные кредиты, которые Центральный банк выдает другим банкам, чтобы увеличить их ликвидность. То есть, по сути, ЦБ увеличивает денежную массу, расширяя круг тех, кто может получить эти деньги. Ой, какой ливень пошел. Если глобальная ликвидность повышается, то у людей появляется больше денег. Люди бросают их в биткоин. А поскольку биткоин дефицитен, это может привести к быстрому росту цены. 2024 год выглядит неплохим годом для рисковых активов. Я имею в виду, что даже просто снижение ставок ФРС значительно увеличивает ликвидность. Но 2025 год будет лучше. Этот график говорит нам о том, что, похоже, глобальный цикл сокращения ликвидности достиг дна в октябре 2022 года. И, скорее всего, достигнет пика в конце 2025. И если это будет так, то пик бычьего рынка для рисковых активов, включая биткоин, придется именно на конец 2025 года. Так что это одна из тех вещей, которые я рассматриваю в новом году. Но также приятно видеть, что и другие страны делают то, что делает Китай. К этому также добавляется и дефицитность биткоина. В среду мы стали свидетелями того, как огромное количество биткоинов было выведено с централизованных бирж. Это монеты на сумму 1,19 миллиарда долларов. И это был крупнейший однодневный отток биткоина с декабря 2022 года. Таким образом, крупнейший за год отток биткоинов с бирж произошел всего несколько дней назад. Но это было несколько дней назад. Посмотри, что происходит сейчас. Уже сегодня мы наблюдаем достаточно заметный скачок баланса биткоинов на биржах. Это означает, что кто-то их продает, что тоже выливается в стагнацию цены биткоина. И такого уровня баланса мы не видели с 14 октября 2023 года. Однако тогда, как ты видишь, некоторое время после этого цена биткоина находилась во флете в боковом движении, после чего достаточно серьезно выросла. В любом случае, сейчас на биржах находится 1,86 миллиона биткоинов. Это все, что можно купить на данный момент. А значит, биткоин сейчас невероятно, невероятно дефицитен. Мемкоины на Солане в последнее время просто разрывают. Сплошь и рядом слышно о том, как кто-то превратил 50 баксов в 2 миллиона долларов за несколько дней. Это, конечно же, вдохновляет хомяков. Но обрати внимание на мемкоины на блокчейне Аваланча. Ведь стало известно, что Аваланч Фаундейшн намерен использовать 100 миллионов долларов из своего инкубаторского фонда, чтобы начать покупать монеты-мемы на основе Аваланча. И если хочешь, чтобы я сделал большое видео про мемкоины на Аваланче, напиши об этом в комментариях и поставь лайк под это видео. Теперь переходим к самым главным новостям на сегодня, которые просто сносят башню. Итак, история со спотовым биткоин-етфом от BlackRock подходит к своему завершению. Они подали последнюю поправку к своей заявке на запуск спотового биткоин-етфа. И многие другие компании сделали то же самое. Однако я хотел бы отметить кое-что интересное в этом новом отчете. Они подали обновленную заявку S1 и назвали имена авторизованных участников для своих спотовых ETF. И для BlackRock это Jane Street и JP Morgan. Теперь это авторизованные участники спотового биткоин-етфа от BlackRock. И что же это значит? Авторизованный участник это Market Maker или финансовый институт, который управляет созданием и погашением акций ETF. Они обеспечивают значительную часть ликвидности для ETF, покупая базовые активы, необходимые для создания акций ETF. Таким образом, именно они будут покупать и продавать эти активы. Это действительно интересно. По сути, это просто позволяет тому, кто создает ETF, получить больше ликвидности. Но что еще интереснее, что таким маркетмейкером и финансовым институтом для спотового биткоин-етфа от BlackRock является JP Morgan, генеральный директор которого назвал биткоин раздутым мошенничеством. Он хотел бы, чтобы его просто уничтожили. Джейми даже сказал, что будь он правительством, он бы запретил и закрыл бы биткоин. Недавно он рассказывал об этом в Конгрессе США. Я всегда был глубоко против криптовалют, биткоина и так далее. Единственным реальным вариантом использования биткоина является использование преступниками, наркоторговцами, а также отмывание денег и уход от налогов. Потому что биткоин в некоторой степени анонимен, и потому что вы можете перемещать деньги мгновенно, и потому что эти деньги не проходят через все эти системы, созданные за многие годы, вроде процедуры «Знай своего клиента», санкции и все остальное. Если бы я был на месте правительства, я бы его закрыл. Во-первых, кто-нибудь подскажите товарищу Даймону, что биткоин настолько прозрачен, что даже Хамас отказался использовать его для своих операций. 28 апреля 2023 года они объявили о том, что прекратят привлекать финансирование через биткоин из-за больших рисков, связанных с дефицитом анонимности и конфиденциальности. И это подтверждается вот этим графиком. Посмотри, как раз после апреля доля биткоина в их операциях рухнула практически до нуля. Это во-первых. А во-вторых, Джей Пи Морган теперь является авторизованным участником для биткоин-ИТиэфа, который рано или поздно будет одобрен Гэри Гэнслером и будет управляться теневым управляющим деньгами ФРС США. Возможно, Джей Пи Морган и Джейми Даймон стали участниками самого раскрученного спотового ИТиэфа за все время. Вон сколько уже реклам наклепали. И, кстати, это не очень хороший знак, как мы говорили в этом видео. Если не видел его, ссылка на него будет в описании. Эта ситуация с Джей Пи Морган просто доказывает, что нужно смотреть на то, что они делают, а не на то, о чем они говорят. Джейми Даймон постоянно говорит гадости о биткоине, точно так же, как это когда-то делал Ларри Финк, генеральный директор BlackRock. И точно так же, как и Ларри, Джейми может диаметрально поменять свою позицию. И как только у них появится достаточная доля участия в игре, например, в качестве авторизованного участника биткоин-ИТиэфа, Джейми может стать быком. После чего он скажет всем клиентам Джей Пи Морган и всем богатым людям, которые захотят его слушать, идти и покупать биткоин. Ведь они здесь только для того, чтобы удовлетворить свою собственную жадность. Джей Пи Морган и их подобное здесь для того, чтобы служить себе. А зачем им еще быть авторизованными участниками? Они могли бы отказаться от этого, у них был выбор, никто их не заставлял. Но тем не менее, они готовы сами это сделать, потому что они либо лгут нам, либо просто хотят заработать на нас. Им совершенно все равно, что для этого нужно сделать. И именно поэтому я хочу обратить твое внимание на это. Просто хорошее напоминание, не доверяй крупным банкам, не доверяй Гэри Гэнслеру, не верь тому, что они говорят. Смотри на то, что они делают. Смотри, где они ведут бизнес, смотри, в чем они ведут бизнес. Вчера был последний день для внесения каких-либо изменений в заявки на запуск биткоин-ИТФов. И уже 10 января мы узнаем, какое решение примет комиссия по ценным бумагам и биржам США. На этом все, меня зовут Богатейши Ди, увидимся в новых видео. До скорого. Субтитры подогнал «Симон»!